Внимание! Парш! Ура! Заплыв на пару сотен метров, только начало длинной дистанции. Для группы отстающих еще не все потеряно. Нагнать лидеров можно попробовать в оставшихся двух этапах. В беге и гонке на велосипедах. Это в бассейне. Во время тренировок нет волн, да и сам градус воды располагает к комфортному плаванию. Здесь же, на открытом водоеме в Сорочем Лагу, что-то пошло не так. Кто буй в виде жирафа уплыл вдаль, той зеленая тина мешала движению. Раньше я бегал только на лыжах, а сейчас плаваю, бегаю и на велосипеде еще кручу. Самый легкий был велосипед. Самый поздний? Оба. Оба других. После вводного финиша добро пожаловать в тазик все с той же водой. Это нужно, чтобы смыть грязь. Некоторые не стали тратить драгоценные секунды. Можно и так. Быстрое переодевание и старт уже на двухколесной технике. Трасса проложена по пересеченной местности. Есть обозначения. По пути подъемы, спуски, узкие тропы. Правда, это все осталось вне кадра и глаз болельщиков. Сбешиваемся здесь. Алтайская федерация триатлона молодая. Не так давно этой весной любители нашли поддержку в Министерстве спорта региона, зарегистрировали. Это, как ее сами назвали участники, открытая тренировка стала первой под эгидой новой организации. Говорят, теперь все только начинается. В большей степени нам нужны взаимодействия со спасателями, с милицией, с полицией, с врачами. То есть, чтобы у нас на соревнованиях была организована грамотная безопасность и не было конфликта с местным населением и так далее. Для многих кросс-триатлон словно испытание себя на прочности. Для семьи Кузнецовых еще и повод посоревноваться друг с другом. Кто-то силен в плавании, кто-то больше любит крутить педали, а кто-то бег. Первый старт у нас. Первый раз вообще в истории мы попробовали этот вид. Но, думаю, сделаем постоянным. Очень интересно. Впечатлений очень много. Может, какой-то особенный этап тебе запомнился? Ну, велика, плавание больше. Сами спортсмены, особенно те, кто не добрался до финиша, сразу же после закрытия пообещали, что будут теперь усиленно тренироваться. Ведь в планах у организаторов проведение уже официального турнира. Кирилл Политов, Александр Антропов. День с толком.